Всем привет, ребят! Снова вы на канале OMZAP. Наш офис в Капотне. Делаем для вас очередной обзор интересных машин и, в принципе, освещая будни работы нашего сервиса. Ну, пока мы здесь с тобой на улице стоим, смотри, вот что у нас есть. Интересный автомобиль, не так часто к нам заезжает Hyundai Ecos. Приехала на ремонт коробки. Коробка уже с нее снята. Коробка сейчас находится у нас на переборке. Машины пока вот здесь на улице. Перемонт коробок сейчас все чаще и чаще у нас востребованы. Мало машин вообще, кто остался на механике, а машины уже, в принципе, все возрастные. Поэтому достаточно много машин сейчас приезжает. Ну, здесь Grand Starks. Началось лето, жара, проблемы по системе охлаждения. В данном случае есть какая-то наружная течь. Клиент обнаружил под машиной пятно антифриза. Вот сейчас пригнал ее. Стоит в очереди у нас на диагностику. Тоже, смотри, машина у нас стоит пока на парковке в ожидании. Вчера клиент ее сдал на замену порогов. Вот смотри, сейчас попробуем показать. Пластиковая накладка порога. Снаружи все выглядит хорошо, а вот если посмотреть с обратной стороны, там мало что живого. Причем, как бы в оригинале пороги купить достаточно проблематично. Но человек своими силами нашел компанию, кто занимается изготовлением порогов. Потом пойдем в ремзону, мы их выгрузили. Там уже такие заготовочки лежат. Единственное, конечно, придется с доработкой. Вот в ближайший день-два она у нас пойдет уже в ремонт. Сейчас пока ждет своей очереди. 20 тысяч замена порогов в среднем, да? В среднем, да. Но здесь, видишь, скорее всего, еще человек купил сразу с усилителями. Потому что там при даже первичном осмотре, когда смотрели, там, боюсь, наружной частью порога мы не закончим. Гранд Старакс производит сейчас замену прокладки клапанной крышки. Попутно клиент хотел сделать диагностику форсунок, раз они все равно снимаются. Форсунки у нас, стенд прошли, к ним претензий нет. Поэтому вот сегодня мы ее к вечеру планируем уже поставить на сборку. Вот смотри, какой красивенький, да? Гранд Старакс. Человек обклеял. Значит, здесь такая тоже интересная история. Машина не заводилась. Притащили ее на эвакуаторе. По первичной диагностике понимали, что сажевый фильтр наглухо забит. Сажевый фильтр удалили, продолжили дальше диагностику. Обнаружили, что топливная система работает некорректно. Извлекли форсунки, и что мы увидели? Сейчас их уже, сейчас, наверное, не показать тебе. Но суть в чем? Из-за забитого сажевого фильтра у нас топливо не сгорало полностью в камере сгорания. Были локальные перегревы. Мы когда форсунки достали, там практически распылители на всех четырех форсунках оплавились. Поэтому дополнительно еще согласовали замену форсунок. Форсунки должны уже, кстати, прийти. Либо сегодня, либо завтра полный комплект. И дополнительно человек еще попал на замену форсунок. Поэтому очень повнимательнее, ребята. Особенно на свежих машинах, евро-пятых, евро-шестых, грандах. Если экология еще рабочая, периодически при посещении сервиса просите сделать диагностику, чтобы можно было подключиться, проверить состояние сажевого фильтра. То, что если докатать до такого состояния, то это не только удаление сажевого фильтра вам грозит, но еще и ремонт топливный. Поэтому повнимательнее с этим. Так, ну здесь у нас с тобой еще один Гранд Старекс стоит. Давай посмотрим, что у нас здесь по нему. Ну, очередная проблема с пробитой прокладкой ГБЦ. Головка на ней уже снята. Кстати, она там в ремзоне. Надо будет тебе тоже показать. Пойдем, кстати, покажу головку в каком состоянии. Там даже визуально по ней мы нашли несколько дефектов. Но клиент пока первично отказывается от замены, все-таки хочет ее сохранить. Вот смотри, это у нас четвертый цилиндр. И вот здесь, когда ее помыли, вот здесь прям явно четко видна такая хорошая-хорошая трещина, которая расходится от свечи сюда к седлам. На третьем, если посмотреть, она вот чуть-чуть поменьше, она тоже есть. По-хорошему мы в таких случаях предлагаем сразу производить замену головки, потому что в какой момент эта трещина разойдется, и у нас под седлой просто может пропасть компрессия или упасть в критическую нижнюю точку, неизвестно. Но пока вот клиент думает. Будем надеяться, что все-таки весь этот ремонт будет не зазря, и человек созреет на замену головки. Но тут как бы решение клиента. Так, ну по ремзоне, если пробежаться. Так, здесь Соренто у нас стоит, тоже там с интересной историей. Человеку снимали двигатель в другом сервисе для переуплотнения, как он говорит, при том, что там и снималась верхняя цепь, снимался двигатель целиком, с его слов. После этого машина перестала нормально ехать, черный дым, ошибка по коробке. Ну, первично сейчас проверили метки, проверили форсунки, ну и обнаружили еще дополнительно обрыв по проводке, идущей на коробку. Там идет, сейчас будем еще прозванивать. Ну, то есть, человек где-то отдал машину в другой сервис, было произведено много манипуляций, которые даже сейчас тяжело вспомнить человеку. Мы ищем, где пошло не по плану. Так, ну, здесь, смотри, если по ремзоне с тобой пробежаться, есть достаточно много плановых ТО. Вот машины Kia Venga, здесь ТО с профилактикой тормозных механизмов. В принципе, ничего такого интересного, все планово. Так, Kia Sorento XM, человек 2,2, D4 HB на плановую замену цепи ГРМ. Пока все у нас идет штатно. В принципе, там навесное оборудование у него нормально. Вот сейчас, если небольшой шелест от цепи, человек с пробегом у него в районе 170 тысяч. Человек сам говорит, не хочу дожидаться, пока цепь загремит. Поменяйте сразу, поставьте новую. Ну, и, в принципе, я с ним полностью согласен. Дожидаться момента, когда уже будет все греметь, тоже не очень хорошо. Так, Kia Mahave 3.0, турбодизель V-образный. Здесь проблемы по топливной системе были. Сейчас замена ТНВД, замена форсунок с мойкой всей системы. ТНВД он уже пока поставили новое. Вон, оно уже стоит новенькое. Внедрили его сюда. Осталось сейчас... Там стружка была, да? Прыгала вне диапазона. Поэтому... Топливная система целиком полностью... Полностью, да, пойдет под замену. Человек сказал, что она ему вера и правда отслужила очень много. Там уже еще давай посмотрим, там пробег-то уже на ней. Ну, здесь заявленный пробег у него в районе 162, но... По состоянию, да? По состоянию, да. Ну, понятно, что машина уже далеко не в первых руках. И пробег там, скорее всего, скручивался. Да, то есть по состоянию это глубоко за 200 на ней, на самом деле, пробега. И вот, кстати, помню недавний ролик с Анатолием мы снимали по замене топливной системы. Тоже на Махаве, кстати. И там писали чудаки, а зачем вы поменяете рамку? Ну, поменяли вы конторственники, насосы поменяли. Промыли. Ребят, в рамке стоят датчики. Если попадает крышка между клапаном и плоскостью рампы, там появляются раковины. И прилегание, вот так как клапан у нас с тобой здесь безуплотнительным, без резинок, без шайб, он идет чисто металл к металлу. И любое нарушение вот этой плоскости... Даже маленькая, да, какая-то частица. Если попадает... Нет, можно оставить, но мы слушаем сколько раз, только даже не на Махаве, на вот таких вот 2.2 HB, то есть когда тоже производили ремонт топливной системы, ставим новый клапан, форсунки, ТНВД. Человек вроде бы уезжает, ну то есть ее проверяем здесь без нагрузки, все хорошо, давление в норме, все отрабатывает. Стоит ли только дать нагрузку, вот человек выезжает по трассе, у него снова вылетает ошибка по низкому давлению, и он возвращается. Начинаем смотреть, то есть именно, да, сразу уже как бы уже наученный опыт. Скручиваешь клапан, показываешь, смотрите, вот здесь вот, там условно даже чуть ли не под микроскопом приходится показывать, потому что человек глазом не видит и думает, что все хорошо. Приходится ему вот прям под микроскопом показывать, вы видите, вот там маленькие засечки. И вот эта маленькая засечка приводит к тому, что даже на полностью всей новой системе все равно есть ошибка, потому что давление в рампе под большой нагрузкой создается бешеное. И любая точка, там малейший заусенец на этой плоскости может привести к потере давления. Датчик этот ловит потери давления, все, машина в ошибку, в аварии больше трех тысяч не едет, а человек, условно, отдал уже там ни одну, да, там иногда заходит и ближе к 200 тысячам на вот этих моторах, а эффект, условно, он не ощущает, да, и возникают вопросы. А такой маленький заусенец, ну, тяжело человеку обосновать, только вот когда на своем опыте он уже понял, что да, лучше этот момент делать сразу. Поэтому ребята всегда смотрят, если есть заусенцы, если есть там нарушение вот этой плоскости, и он не поддается никакому механизм, не фрезеровке, рекомендуем как бы менять. Если человек отказывается, ну, это, как говорится, желание клиента, просто мы сразу предупреждаем, что в дальнейшем могут возникнуть вот такие моменты. Поэтому лучше это все делать сразу, потому что отдельная замена, допустим, той же самой топливной рампы связана там и со снятием впускного коллектора. Это тоже не пятиминутное занятие. А вот это не дешевое. Не дешевое, трудозатратное. Зачем это? Ну, многие, конечно, верят в чудеса, что именно его не коснется, но, к сожалению... Да, а если бывает, то крайне редко. Так, ну, здесь, смотри, что у нас там. АХ-35 двухлитровый. Человек уже сделал предварительную диагностику с эндоскопией двигателя. Обнаружены задиры. Вот сейчас мы двигатели сняли. Сейчас ждем клиента, должен подъехать, потому что человек хотел посмотреть весь процесс демонтажа и пощупать все своими руками. Поэтому вот так вот подготовились и пока ждем для того, чтобы показать. Ну, и сами посмотрим, там, в каком все состоянии. Все оцениваем. А пробег какой у него был? Пробег у него в районе 120 тысяч. И уже, как со слов клиента, третий, четвертый цилиндры в другом месте уже смотрел. Сказал, что сильно задрад, и поэтому сразу нам его сдал в ремонт. Ну, собственно, я тут и не удивлен, если честно. Ну, да, автомобиль, нормально. Да. Ну, это у нас уже сейчас, это с другого автомобиля. Ну, и вот, смотри, тоже. Вот они. Хорошо. У нас вот второй, третий. Если подсветить, здесь будет. Вот они. Второй, третий тоже. Стандартная процедура. Разобрали. У меня если второй, третий, такие, то первый, четвертый. Ну, слушай, еще кто же. А вот, давай мы с тобой посмотрим. Первый, кстати, у него самое ничего. А четвертый, вот, стандартный, если посмотреть, вот здесь вот так вот, прям пальцем хорошо ощущается. Глубокие задирывают. Что зима, что лета? Смотри, какой он. Частенький весь. Ни нагара, ничего. Да, да. И здесь пробег меньше сотки. Здесь пробег где-то в районе 76 тысяч на этом движке. То есть даже, так скажем, лакового налета, который обычно там где-то после сотки скапливается. То есть здесь видно, человек в любом случае часто менял масло. К маслу претензий явно нет. Но, к сожалению, тоже не сбежал данной участи. Так, здесь с тобой I-30. Приехал перед летом на мойку радиаторов. И диагностику подвески. Радиаторы... Помыли уже, да? Да, радиаторы уже поставили. Мы сейчас ждем. Смотри, тут приехал с глухими ударами небольшими по задней подвеске. Значит, что у нас здесь? Вот эти сайлентблоки в кулаках, где идет крепеж заднего амортизатора. Сейчас мы с тобой не увидим. Но даже вот если смотри, вот здесь вот видишь. Сейчас, даже дай-ка я лампочку возьму. Вот уже отслоение сайлентблока. И получается амортизатор при нагрузках уже люфтит. И небольшой глухой, глухие удары в салоне человек ощущает. Плюс попутно сразу показали клиенту вот на этих поперечных серповидных. Также уже пошли надрывы. Потому что их редко, когда кто меняет. Предложили сразу, чтобы два раза уже в подвеску не лазить. Все это дело устранить. Уставшие, да? Уставшие, да. Ну смотри, основные моменты на этих подвесках. У них подвержены сайлентблоки вот в нижних поперечных рычагах с тобой, да? И вот эти коротенькие тяги, схождения. Чаще всего они меняются. А вот эти две точки, они более живучие. Их практически никто никогда не меняет. Но всему всегда приходит свой срок. Слушай, а вот примерно плюс-минус в круг поменять заднюю подвеску? Ну смотри, в принципе подвеска стандартная. Да, i30, Kia Seed. Вот эти вот моменты. Самый часто кто обращается именно на седана. Здесь, если брать все в круг, ну, наверное, в районе 35 тысяч рублей. Это вот работа с материалами. Там, если, как говорится, более запущенный вариант, ну, 40-45, да? Потому что там, может быть, еще от года тоже зависит. Это там рез, дорез, какие года. Ну, ты знаешь, ради того, чтобы залезть в подвеску условно раз 100 тысяч, полностью ее перетряхнуть и дальше еще спокойно 100 тысяч там плюс-минус, там, ну, 70 минимум откатать, я считаю, что по нынешним деньгам, ну, наверное, это все-таки не космические деньги. Возьми какого-нибудь, допустим, любого европейца, залезь в заднюю подвеску многорычажную. Один рычаг стоит. Там без штанов уйдешь. А здесь, в принципе, достаточно бюджетно. Плановая, тошка и, в принципе, тоже пару очередных таких стандартных. Смотрите, какие-то устройства. Болячек, да. Смотри, дополнительный человек поставил защиту на защиту муфты заднего редуктора. Судя по вот этим следам, явно человек по бездорожью любит кататься. Поэтому решил себя обезопасить. Соленбок. Да, ну вот, смотри, соленбок редуктор, да, то есть как бы для владельцев полноприводных корейцев тоже не новость. Вот эти три точки отрыва. Так, соленбоки на передних рычагах. Леша уже их поставил, уже стоят новенькие. Тоже одна из самых распространенных болячек для этих тяжелых машин, когда соленбоки нагруженные, идут отслоения. Сантафешка, дизель, еще ременная. Посмотрим, какой же пробег на этом автомобиле. Так, смотри, пробег уже достойный. Не знаю, верит, не верит, но это 245 тысяч. Ну, как взяли поддон, нашли такую мягкую пудру. И все, и собрали обратно, закрыли. Нет. Я вам привезу свой насос, привезу там сбалансированный. Привези, померяй. Мы поставили, померяй там, вывозь. Поднимаешь там буквально на одно деление, на одну десятку. Одно-две. Ну, по большому счету, не помогла процедура. Ну, тут уже, конечно, желание клиента. Предупреждали сразу, что замена насоса при наличии в поддоне уже хотя бы даже мелкой металлической пудры, эффекта может не дать, потому что она же ниоткуда не возьмется. Правильно, скорее всего, пошел износ. Износ идет при массовом голодании в первую очередь. Это вкладыши коленвал, коренные. За счет износа на них потери давления легко. Поэтому желание клиента на то, что меняли, здесь уже как оно... Понятно, что нужно скрывать двигатель дальше и уже искать. Здесь, как по мне, так просто выброшенные деньги. Ну, на этом, наверное, сегодня мы с тобой все пробежали, все интересное посмотрели. Поэтому, если что-то будет у нас еще новенькое, мы обязательно для вас снимем, покажем. А так, ставьте лайки, подписывайтесь, следите. Будем снимать для вас много интересного контента. Все, всем пока, ребята. Счастливо.